Всем здравствуйте! Артистка блистала на экранах в 90-х и 2000-х годах. Снявшись в последний раз в 2011 году, эта интересная женщина пропала из виду. Зрители ее помнят по ролям в картинах «Сны», «Охота на золушку», «Вор», «Самозванцы», «Ищу невесту бесприданного», «Три мушкетера». Людмила, так ее назвала мать при рождении, появилась на свет 20 ноября 1973 года в Южно-Сахалинске. Отец оставил их еще до ее появления на свет, и мать вышла замуж за Руслана Порыгина, который дал девочке свою фамилию. В 16 лет она решила сменить свое имя на Амалию и взяла фамилию матери Мордвинова. В детстве она страдала от того, что ее дразнили рыжей, а кроме того она была еще и полной. Однако к моменту поступления в Щукинское училище она смогла похудеть. В 1995 году ее приняли в театр Ленком, и за роль Анны Болень она получила государственную премию России. С 1993 года актриса с яркой внешностью снималась в кино у известных режиссеров, и всеобщую славу ей принесла главная роль Евы в детективном сериале «Охота на золушку». Она даже снималась вместе с Пьером Ришаром, который оценил ее талант. У Амалии четверо детей. Первая дочь Диана появилась на свет в браке с бизнесменом Александром Гальданским, за которого Мордвинова вышла замуж в 2000 году. Тогда она взяла фамилию мужа. Однако через 4 года они развелись, и тогда Амалия взяла себе псевдоним Амалия Энт Амалия. Их дочь жила то с отцом, то с матерью. Потом Амалия вышла замуж за успешного банкира Вадима Беляева, и этот брак оказался очень плодотворным, хотя и таким же коротким. За 5 лет на свет появились сын Герман, дочери Евангелина и Серафима. В это время у Амалии произошел кризис в жизни и отношениях, появились проблемы со здоровьем, она развелась с мужем, отказалась от своей профессиональной деятельности, увлеклась духовными практиками и решила отправиться в Индию. Там она несколько лет с детьми провела в путешествиях, посещениях мест силы и духовных центров, изучала буддизм. Лишь когда сыну настала пора идти в первый класс, они вернулись в Россию. В 2014 году ее заметили в Москве со спутником и пошли слухи, что это ее новый ухажер. Однако оказалось, что этот человек, ее духовный наставник Игорь Игнатенко, который оказывал ей моральную поддержку на Гоа, и сейчас они в дружеских отношениях. Она исключает несерьезные отношения и флирт, утверждая, что ее мужчиной может быть только супруг, и она сознательно ограничивает свое общение с противоположным полом, являясь в первую очередь матерью. С бывшими мужьями она осталась в хороших отношениях, вместе воспитывают детей, собираются на праздниках. И новый брак может пошатнуть устоявшееся положение вещей, и выгоды это никому не принесет. Старшая дочка уехала в Америку к отцу и осталась там навсегда, когда Амалия проводила время в Гималаях. А когда остальные дети подросли, Амалия решила тоже уехать в Америку, чтобы быть ближе к дочери, и с 2016 года они обитают там. Однако она не забывает приезжать в Россию, навещает свою маму, которая не захотела эмигрировать, а также посещает Индию. В Америке Мордвинова занимается воспитанием детей, йогой, духовным ростом, а также ищет в себе новые таланты. Так она занялась поэзией и издала сборник «Концепция райского сада», куда вошли философские стихотворения, иллюстрированные ее другом-художником Леонидом Лившицем. Книгу она представила в Москве на Международном кинофестивале. Также свои стихи она читает со сцен музыкальных салонов Нью-Йорка. Она не часто появляется на светских мероприятиях, не тратит время на ненужные разговоры и встречи. В последнее время Амалия почти не пользуется декоративной косметикой, предпочитает выглядеть естественно, и можно заметить, что в ее облике чувствуется некая умиротворенность и гармония. Она ведет здоровый и осознанный образ жизни, перешла на сыроедение, чтобы сохранить свою внешность. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.